Говорит вопросы, которые рассматриваются под хадисом 851. Первый вопрос. Каковы постановления, которые связаны с понятием банкрот? То есть, если человек стал банкротом, то каковы постановления, которые направляются на него? Говорит Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни. Говорит, если у человека пришла выплата долгов, то есть, наступило время выплаты долгов, и говорит, нет у него достаточного имущества для их покрытия. И его кредиторы. Кто такие кредиторы? Мы все время используем слово кредитор. Кредитор это тот, кто дал долг. И вот эти вот кредиторы требуют у судей наложить арест на имущество этого их должника. Судья обязан ответить на требование кредиторов и наложить арест на имущество этого должника. Говорит, и является желательным выявить то, что этот человек находится под имущественным арестом, для того, чтобы люди остерегались Муаммада, то есть вести взаимоотношения с ним. Это вопрос ясен или нет? Смотри, что значит является желательным выявить его банкротство? То есть, как говорит Шехер Муасамин, также в той же книге о Шарфе Мунте, является желательным объявить средства массовой информации, как в газетах, или в телевидении, или в радио и тому подобное, объявить, что этот человек, такой-то, такой-то, является обанкротившимся. Так, почему? Для того, чтобы люди не взаимодействовали с ним более. Почему? Потому что его действия являются недействительными. Если он кому-то что-то продаст, эта торговля, эта сделка считается недействительной, она разрывается. И чтобы люди не попали во что, не попали в проблемы. Так, что их сделки будут какими-нибудь недействительными. Или, чтобы люди не продали ему что-либо со срочкой платежа, так как он еще даже с имевшимися долгами не может расплатиться, не говоря уже о том, чтобы брать что-то или какое-то имущество в качестве нового долга. Для этого, говорит. А также вторая польза от этого, для чего нужно выявлять его банкротство, для того, чтобы об этом узнали его кредиторы. То есть, возможно, один или два кредитора знают о том, что на него наложен арест. Придут и будут требовать свою долю. А другие не знают об этом, не прослышали об этом. Говорит, чтобы они об этом узнали, необходимо об этом сообщить. Чтобы они могли также прийти в махкама, то, что называется суд, и требовать у него свои долги. Говорит. И как мы сказали, вложники бывают трех видов. Относительно двух арест имущества накладывается, относительно третьего не накладывается. Это, к этому необходимо вернуться где? В первом вопросе это мы разбирали. Говорит. Так вот, если на него наложен арест имущества, то вступает в силу сразу четыре постановления. Ахадуа, первое постановление, то, что права кредиторов получают свою связь с конкретным имуществом, которое им принадлежит. То есть, как мы сказали, если кто-то из кредиторов нашел свой автомобиль, другой нашел свой принтер, третий нашел свой стол, четвертый нашел свой компьютер и тому подобное. Они имеют право каждый забрать свое имущество, которое он нашел. Астане, второе постановление, то, что мы запрещаем ему, то есть, этому обанкротившемуся, что делать? Распоряжаться своим имуществом, которое у него на руках. Что значит своим имуществом, которое у него на руках? Этим самым исключается его ответственность. То есть, мы не запрещаем ему распоряжаться своей ответственностью. Как это понять? То есть, он может пойти на базар и купить что-то со срочкой платежа. Это ему делать разрешается. Почему? Потому что он не берет нового долга, который вредит первым кредиторам. Потому что вот этот вот последний кредитор, который дал ему имущество, продал ему имущество какое-то, какую-то вещь в рассрочку, не имеет права требовать от него свой долг вместе с имеющимися на данный момент уже должниками. Понятно или нет? Почему? Потому что время его долга еще не пришло. Поэтому здесь, говорят ученые, мы не запрещаем ему покупать вещи. Во что? Покупать вещи со срочкой платежа. То есть, под свою ответственность. Понятно или нет? Говорит, но мы, говорит, запрещаем ему распоряжаться его имуществом. То есть, если у него есть вот эти вот вещи, которые чужие, или деньги, которые чужие, он не может эти вещи продавать, не может эти деньги давать садака, кому-то дарить, что-то и тому подобное. Это является запретным. На его имущество, на его действия арестом. Во салис, третье постановление, То, что если какой-то из кредиторов нашел свое имущество конкретно, как свою собственную вещь, то он имеет право больше на эту вещь, чем остальные должники. Если при этом соблюдаются определенные условия. Что за условия у нас также придет далее по этой главе. Араби, четвертое постановление, То, что в этом случае судья имеет право продать имущество, лично, И отдать долги кому? И отдать долги кредиторам. Здесь не имеется в виду, что судья продает лично, в том смысле, что берет эти вещи, идет на базар и стоит продает. Нет. Имеется в виду, назначает определенную группу людей, и обычно эти люди уже бывают, имеющимися при различных судах. То есть, те, которые занимаются этими делами отдельно. Поручает им продажу этого товара, и затем возмещает долги кредиторам. И говорит, все это основывается на том, что передает Кааб ибн Малик. То, что пророк наложил арест на имущество Муаза ибн Джабала, и продал все это имущество. Говорит, это сообщение передает Аль-Халал со своим Иснадом. Так на этом закончились слова Ибн Кудамы. Что касается хадиса Кааба ибн Малика, то более верно, то, что этот хадис пришел в форме Мурсаль. То есть, имеется в виду, что эта история недостоверна. О том, что пророк, с.а.л. наложил арест на имущество Муаза ибн Джабала, а затем продал его вещи. И подробно этот хадис мы, говорит, разберем, когда он придет у нас по книге Булюбн Марам. Он придет у нас под номером, иншалла, 856-м. То есть, через 5 хадисов. И говорит, мнение о том, что на банкрота накладывается арест имущества, это мнение большинства ученых. И в довод они привели хадис, который приводился ранее. А также, большинство ученых считает, то, что кредиторы в данном случае имеют право на это имущество. Потому что время выплаты их долгов пришло. В этом случае, говорит, им отдается их право или часть их права. Что значит, или часть их права? Это мы изучали при изучении книги какой? Что мы говорили тогда? Если человек должен людям 250 тысяч, но у него на руках только 50 тысяч. В этом случае, мы говорим, невозможно отдать кредиторам все их право сразу же. Но отдается сначала их часть. То есть, как мы сказали, это считается? Считается это пропорционально их долям. Пропорционально их долям в долгах. То есть, допустим, мы смотрим 50 тысяч относительно 250 тысяч. Это сколько? Пятая часть. Значит, каждому кредитору отдается пятая часть того, что он ожидает. Кредитор дал тебе 50 тысяч, отдается ему пятая часть, 10 тысяч. Кредитор дал тебе в долг 60 тысяч, отдается ему пятая часть. Этому отдается 12 тысяч. Другой дал тебе в долг 100 тысяч, ему отдается пятая часть, то есть 20 тысяч. И так далее. В зависимости от того, кто сколько тебе должен, он получает соответствующую, то что называется, долю. Говорит, А также это основывается на чем, то есть сейчас Шиххам Тимихизам чем занимается? Приводит доводы на узаконенность ареста имущества вот такого вот банкрота или должника. Говорит, а также потому что пророк, салаллаху алиусалям, назвал матр-л-гани зульман, назвал несправедливостью, когда человек богатый тянет с выплатой долгов. А этот, говорит кредитор, хоть и не является абсолютно богатым так, что может покрыть весь долг, или все свои долги, но является богатым частично, так что он может покрыть часть долгов. Поэтому на него тоже распространяется постановление о том, что он несправедливый, так как не дает людям их права. Говорит, а зульм является обязательным поднять его, то есть несправедливость является обязательным удалить и поднять. А здесь, говорит, мы не можем удалить несправедливость и аннулировать ее, кроме как посредством нанесения или накладывания ареста на имущество этого человека. И второе мнение в этом вопросе, это мнение Абу Ханифы, который сказал, что судья не имеет права накладывать арест на имущество. Говорит Абу Ханифа, но если все-таки судья такое сделает, исходя из своего иждихада, то это является действительным. То есть в основе, говорит, это не разрешено, но если он все-таки такое сделает, то есть судья, то это будет действительным. Но при этом Абу Ханифа говорит, что судья все равно не имеет права лично распоряжаться имуществом этого должника, этого банкрота. Но заставляет этого должника продать свое имущество, а если тот будет отказываться, тогда заключает его в тюрьму. Чем отличается мнение Абу Ханифа от большинства ученых? Большинство ученых говорит то, что судья имеет право наложить арест. Абу Ханифа говорит нет, не имеет права накладывать арест, но все-таки если наложит, то его арест считается действительным. Далее, большинство ученых говорит то, что если этот банкрот отказывается продать свое имущество самостоятельно, то его может продать кто? Судья за него имеет на это право, или назначить людей, которые это имущество продадут. Абу Ханифа говорит нет, судья может наложить, точнее что? Судья может заставить его продать имущество. Если тот откажется, то посадите его в тюрьму. Но сам лично судья не имеет права дотрагиваться до имущества этого должника, потому что, говорит, это не его имущество. Понятно ли нет? Это имущество кого? Человека, должника. Оно охраняется правом собственности. И мнение большинства ученых является верным. Вахтара, шейх ибн Усаймин, кавлядь джумур, вахтару, шейх ибн Усаймин, ибн Укайм, ибн Угайрия. Игар, шейх ибн Усаймин выбрал мнение большинства ученых, и это мнение шейх ибн Усаймин, а также других. Это мнение является безусловно верным. То, что судья имеет право накладывать арест, и имеет право также после этого ареста, если человек сам отказывается лично продать имущество, то это за него может сделать судья. Это за него может сделать судья. А те затраты, которые происходят во время продажи, то есть перевозка товара, оплата продавца, который будет стоять и продавать этот товар, и тому подобные вещи, на кого ложатся эти оплаты? То есть если судья продает это за банкрота, накладывается так же на банкрота, как очередные долги. Далее, следующий вопрос.